Всем привет, друзья! Меня зовут Павел, и я рад приветствовать вас на моем канале. Несколько последних недель практически все новости связаны либо с поправками в Конституцию, кстати, можете посмотреть мой ролик на эту тему, либо с ситуацией в США. А, еще на прошлой неделе все бросились обсуждать сексуальную ориентацию Спанчбоба. Господи, можно хоть Спанчбоба в покое оставить? Ничего святого. О том, как замечательно или наоборот ужасно сейчас живется в Америке, вам расскажут другие, гораздо более осведомленные люди. Например, Саша из Мурманска или Маша из Челябинска. Они-то уж точно знают о ситуации в США не понаслышке. Я же в этом ролике хочу поговорить о наших проблемах. Давно заметил, что в нашем обществе принято громко и с некоторой гордостью заявлять, что в России расизма нет. Это все американская история. Ужасов. Ну, само собой, у нас же практически нет чернокожего населения. Мы страна, победившая нацизм, дружба народа, все дела. Правда, той страны уже 30 лет как нет, но это мелочи. И если у тебя славянская внешность, то, скорее всего, ты искренне во все это веришь. Только вот проблема заключается в том, что дискриминация по самым разным признакам достаточно редко проявляет себя, скажем так, во всей красе. Какой нафиг сексизм? Я же не пытаюсь отнять у женщины право голосовать. Да и учиться она может. Значит, все ок. И эти же самые люди предлагают вести специальные уроки для мальчиков, которые помогут им получить экономическое или техническое образование. Нет, если девочка захочет, она, конечно, тоже сможет их посещать, но только отдельно и как дополнительный предмет. Но это же не сексизм. Никто же не отбирает у баб все права. 21 век все же на дворе. Хочется верить, что в нашей стране очень мало людей искренне верят, что один народ лучше другого. Чтобы такое заявить, нужно определенный ярлык на лобешник наклеить. А раз адекватная часть общества такими фразами направо и налево не разбрасывается, значит и проблемы нет. Расизма у нас, конечно, нет. Только вот очень часто можно услышать недовольные фразы о понаехавших. Для многих людей будет огромным сюрпризом. Тут, наверное, стоит сказать спасибо замечательному уровню преподавания географии и истории в нашей школе. Тот факт, что за фразой «многонациональное государство» реально скрываются народы. И нет, они не понаехали, они не мигранты, они точно такие же граждане этой страны. Да, для многих может стать открытием, что человек, приехавший поступать в столичный вуз с Кавказа, не прилетел из другой страны. Вау, а куда это притащилась Катя с таким разрезом глаз? Ты что, из Китая? Вот и сидела бы там. Нет, не из Китая. И даже не из Кореи. А почему огромное количество жителей Смоленской области вынуждены ежедневно ездить на заработки в Москву? У них что, Смоленска нет? Вы действительно не знаете, почему голубоглазый блондин Костя из Владивостока хочет поступить именно в московский вуз? Вам правда это непонятно? Так вот, брюнетка Катя с неправильным разрезом глаз покидает родной Улан-Удэ. На секунду, это все еще Российская Федерация. По тем же самым причинам. Это государству, а не Кате нужно задать вопрос, почему у нас нормальное образование, работа и жизнь ассоциируются только с двумя городами. Вернемся к нашей Кате. Хотя, знаете, показательнее будет ситуация с той же самой Катей, но родившейся уже в Москве. Да, представьте себе, человек с нетипичной для европейской части России внешностью может быть коренным москвичом. Вспоминаю ситуацию, когда женщину возмутило присутствие в московском детском саду ребенка москвички и кавказца, который вообще непонятно, что в столице делает. У дамы произошел настоящий разрыв шаблона, когда она узнала, что оказывается кавказец, православный москвич в третьем поколении, а русская жена переехала в Москву из Казахстана всего лишь три года назад. Но что там с Катей? А ничего хорошего. Как и многим студентам, Екатерине хотелось свободы, и она решила вместе с подружкой снять квартиру. Ой, нет, мы уже не сдаем, простите. Но если ты будешь жить одна, то все нормально. Если что, это не Кате говорили, а ее подруге. Ведь все же знают, что китайцы устроят настоящий хлеб в квартире. И никого не волнует, что Катя Никитаянка ни разу не была замкадом, а русским языком владеет лучше хозяина квартиры. Но это же не расизм. Все люди равны. Расизм – это когда темнокожих не любят. А те проблемы, с которыми сталкиваются представители нетитульной нации – это разумная предосторожность. Да, в каждой нации есть замечательные фрукты. Я знаю, что вот те ведут себя вот так. Вы делаете выводы о поведении человека на основании его национальности, на основании поведения других людей. Только вот это расистская установка. Нам, конечно, не хочется об этом думать, но как по-другому это назвать? Отлично. А в чем заключается вина Кати, если единственная ее ошибка – это необычная для Москвы внешность? Каким боком она связана с неадекватным поведением соплеменников? С чем же тогда Катя столкнулась? Не с расизмом? И куда ей возвращаться, если она родилась-то в Москве? Учитель заходит в класс. Куда же мы без школьных примеров? И узнает, что Петя, Маша, Саша, Глаша, Аркаша не сделали домашнее задание. Кого не спросит – у всех по нулям. А еще ведут себя отвратительно. Кричат, на замечания не реагируют. А там вообще драку устроили? И замечательный педагог ставит всему классу двойки за поведение. Двойку получают и две отличницы за первой партой. Все так все. За компанию. И не беда, что у них-то работа сделана. И они вообще никакие правила не нарушали. Коллективная ответственность. Кто-нибудь скажет, что это справедливо по отношению к этим детям? А чем ситуация с нашей Катей отличается? Что? Вот этот вот поступил на бюджет? Ну мы все знаем, как ЕГЭ на Кавказе сдают. Ну понятно же, родители просто взятку дали и все. Там вообще полное самоуправство. И не беда, что кавказцы зовут Миша и всю свою жизнь он проучился в Новосибирске. Одногруппники уже сделали вывод – они наслышаны. Кто-нибудь из них считает себя расистом? Ну конечно же нет. Расизм, национальная нетерпимость – это же совсем другое. Это когда ты смерти желаешь. Само собой. А когда мы делаем выводы о человеке, которого мы вообще впервые видим только на основании его национальности, это… Это просто… Это просто нерасизм. Вот. Так и запишем. Нерасизм. В одно слово. Или в два. Главное, что нерасизм. Правильно. Страдают только представители других народов. Одни русские ни с чем плохим не сталкиваются. Начнем с того, что я ни о чем подобном не говорил. И рассуждение в подобном ключе – обычная защитная реакция. Которая, правда, ни к чему продуктивному не приводит. Когда какая-нибудь женщина говорит о домашнем насилии, чаще всего реакция в ответ – мужчины тоже от побоев страдают. И вот тут, наверное, напрашивается логичный вывод. Давайте объединим наши усилия и будем вместе бороться с проблемой. М-м. На этом обычный разговор и заканчивается. Видишь, нам тоже плохо. Поэтому закрой свой рот. Вот и поговорили. Может ли представитель коренного населения того или иного города столкнуться с агрессией? Конечно. Чтобы до кого-то докопаться, вполне достаточно ни того цвета волос, ни той походки, ни той футболки. Помните мой видос на эту тему, когда парня заставили раздеться прямо на улице, потому что футболка оскорбляла чувства определенной группы граждан. Просто если ты с рождения внешне отличаешься от большинства, у главных интеллектуалов города появляется на одну причину больше к тебе предстать. Этот момент не обесценивает проблемы других людей. Если я понимаю, что кто-то сталкивается с национальной нетерпимостью, это не значит, что я утверждаю, что все остальные живут как сыр в масле. Нет, кто-то может и считает. Только вот мне не нужно эти мысли приписывать. А когда толпа, скажем так, с национальным колоритом мутузит русского, это, конечно, не расизм. Почему расизм? Если кому-то пристают исключительно из-за его национальности, неважно какой он, синий, зеленый, серобурмалиновый, это проявление расизма. Только нужно помнить, что если толпа, не знаю, калмыков избила Васю Васечкина, и вы после этого теперь всех калмыков считаете неадекватными, вот это милое обобщение, очень даже расистское. Потому что условный Карим, на которого вы теперь будете смотреть с предубеждением, вообще никакого отношения к той ситуации не имел. А в Прагу в середине 20 века вели советские войска, и поэтому в 2020 году я, чех, ненавижу всех русских. Адекватное высказывание, ведь каждый из нас имел непосредственное отношение к той ситуации. Наверное, просто спите и видите, как бы отобрать у чешского народа свободу. А еще, наверное, очень приятно, когда вас будут оценивать по, не знаю, высказыванию каких-нибудь политиков. Ну, все русские думают точно так же. Замечательно, вы же имеете непосредственное отношение к очередному странному заявлению того или иного высокопоставленного чиновника. Ведь это так же работает. Ну, все русские одинаковые. Да. Нет. Но многие из них пытаются свои порядки в наши города тащить. Ты за это? Нет. Я за то, чтобы мы жили в обществе 21 века, когда тебя оценивают по твоим поступкам, а не стереотипам, связанным с национальностью, полом или религией. И когда кто-то пытается диктовать окружающим свои правила жизни, это ненормально. Я приехал в ваш город, и теперь все должны жить по моим правилам. Сфигали. И, да, этого человека стоит осудить, а не весь народ в целом. Любой человек, который пытается затащить нас обратно в какое-то средневековье, моей поддержкой явно не сможет заручиться. Не то, чтобы она была ему особо нужна. Не буду лукавить. Если ко мне в Москве подойдет толпа в национальных костюмах, я напрягусь. Только вот в данном случае мне будет не особо важно, кавказцы это или славяне. Получить леща от бравых казаков-казаков, потому что на их взгляд ты недостаточно патриотично выглядишь, как мне кажется, не намного сложнее, особенно на митинге, чем от каких-нибудь традиционных гостей из ближнего зарубежья. Многие стереотипы, связанные с национальностью, можно объяснить именно этим психологическим эффектом. Мы склонны считать, что представители чужой группы другой пол, другая национальность, другая ориентация, другие интересы, похожи друг на друга, а-ля все итальянцы, каждый мужик, а вот представители своей тусовки все неповторимые снежинки. Как иначе? И чем больше негативного опыта присутствует у человека при общении с другими, тем более одинаковыми они начинают ему казаться. Это отлично видно на примере всевозможных антимужских и антиженских групп ВКонтакте. Но они-то себя, конечно, таковыми не считают. Если вы сдали квартиру семье из Кореи, и милая семейка превратила вашу замечательную двушку по факту в развалины, то велика вероятность, что вы будете с подозрением относиться к квартирантам из этой страны. Потому что ваш опыт взаимодействия с корейцами ограничен. Может они все там такие? Сделать же точно такой же вывод о, к примеру, русских вам будет гораздо сложнее. Так как вы еще с детского сада уяснили, что ваше окружение ведет себя по-разному. Кроме этого, наверное, еще одним столпом, поддерживающим бытовой расизм, является традиционное общество. И чем сильнее сила традиций, чем жестче следят за выполнением каждого постулата, тем больше вероятность, что человек будет вести себя в определенных рамках. Если практически с рождения объяснять ребенку, что любая женщина в мини-юбке проститутка, а потом в 25 лет отправить его в какую-нибудь европейскую столицу, не стоит удивляться, что он будет свистеть всем вслед. Это, правда, нифига его не оправдывает, но и удивление особо не вызывает. Правда, про проститутку не только эмигрант вспомнит, но и какая-нибудь коренная жительница столицы, к примеру, бабулю подъезда. Но это проблема воспитания, влияния общества, а не национальности. Если ребенка воспитывают в рамках современного, безнравственного общества, совершенно не важно, какой у него разрез глаз. Он не появится уже в роддоме с кумысом и шматком сала в руках. Воспитание, окружение, саморазвитие формирует нас, а не национальность. Никто не говорит, что избавиться от стереотипов просто. Это сложный и порой болезненный процесс. Но я, например, не хочу, чтобы меня оценивали по некоторым моим неадекватным соседям, которые ежедневно засирают. Да, именно это слово другое не подойдет. И я знаю, что я про это говорил уже несколько раз. Меня просто как бомбило, так и бомбит. Шикарный лес за моим окном. По владельцам собак, которые не убирают за своими питомцами. Я не мусорю. И если кто-то из тех, кто живет рядом, ведет себя как натуральный поросенок, это не делает меня автоматически свиньей. Расизм и национальная нетерпимость это не только, я бы даже сказал, не столько громкие фразы о том, что один народ лучше другого. Это предубеждения, с которыми некоторым людям приходится бороться постоянно. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, обязательно поддержите этот ролик лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарии. Отдельное спасибо каждому, кто является спонсором этого канала. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.